Двунаддесятый праздник крещения Господня или Богоявления – одно из главных и торжественных событий в Православной Церкви. О крещении Иисуса Христа в реке Иордан повествуют все четыре евангелиста. Когда Спаситель пришел к Иоанну Претече, чтобы принять от него крещение, произошло явление Пресвятой Троицы. Святой Дух в виде голубя сошел на Сына Божия, и был слышен голос Бога Отца. «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Крещение знаменует собой начало общественного служения Иисуса Христа. «Происходит полное явление Пресвятой Троицы на земле. То есть это первый момент явления такого божественного присутствия на земле. Потому что Христос выходит после крещения фактически на проповедь, несется Слово Божие. И вот это первое чудо, подтверждающее право Господа нести проповедь людям». Вокруг крещения сложилось много народных традиций. Самое распространенное – купание в ледяной проруби в ночь с 18 на 19 января. Накануне праздника на водоеме делают специальную оборудованную купель, а воду освещают. Многие стремятся испытать себя и трижды окунуться. Таким образом люди вспоминают и священное событие, которое произошло 2000 лет назад, и стремятся ощутить чувство обновления и чистоты, как после настоящего таинства крещения. Но такие вызовы своему здоровью – вовсе не обязательный атрибут праздника. «Никаких канонических требований к купающимся, не купающимся никто никогда не предъявлял. Это очень старая традиция, сугубо укоренившаяся у нас в народе, особенно во время советского, во время безбожной власти, вот так можно сказать. Потому что на самом деле очень мало вообще вещей, которые православный человек мог бы сделать, никого не таять. Прийти на кладбище и отправиться купаться на крещение». Погружение в прорубь один раз в год – сильный стресс для организма, поэтому перед купанием нужно взвесить – все за и против. Если решаетесь на купание в ледяной воде, заблаговременно и постепенно начинайте соответствующую подготовку. Например, регулярно принимайте контрастный душ, постепенно снижая температуру воды на 1 градус. От купания лучше воздержаться тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом, беременным, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы и мочеполовой системы. Также погружение в прорубь опасно для людей с воспалительными процессами носоглотки и придаточных полостей носа. В купель не следует погружаться детям и пожилым людям. Лучше всего проконсультироваться с врачом. Напоминаем, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурит бригада МЧС. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.